И снова здравствуйте, всем привет! Итак, значит, перепробовал я разные версии, перепробовал аддон вот этот RigaCar. Где-то он, да, колеса крутятся, но значит к пути это все дело не привязывается. Так, давайте сделаем Riga машине именно свой, и потом посмотрим, как это дальше можно будет поднастроить. И уже, если получится, то привязку сделаем к пути. Так, семерка на нампаде, машина выставлена у нас, значит, на пивот. Тройка на нампаде, у нее вот такой вид, единица на нампаде, вот такой вид. Это Shelby GT500, значит, из фильма угнать за 60 минут или секунд. За 60 минут, по-моему. Итак, добавляем Riga, Shift-A, арматура, сингл-бон, N-панель, скрин-коскей. Потому что, чтобы вы видели, что я буду нажимать и повторяли. Следом заходим в Data, заходим в Viaport Display, нажимаем Infront, все по прошлым роликам. Теперь, значит, заходим в Edit Mode. Что делаем? Вот эту косточку, значит, G, английская ложим вниз. Вот так вот. Теперь, Moff, это будет у нас, значит, корпус. Так, подгадываем, пусть будет повыше. Теперь, что нам понадобится? Тройка на нампаде, семерка на нампаде. Выбираем верх кости и, значит, E, вытаскиваем косточку. Делаем Alt и Clear Parent. Теперь мы эту косточку подгоняем к нашему колесу. Тройка на нампаде. И смотрим, чтобы эта косточка четко стала в центр. Можно сюда, конечно, поставить пивот. И это все настраивать на пивот. Но я буду делать, как всегда. Перетяни, подай, установи. Так, все установлено. Косточка слишком большая, да? Давайте сделаем S. Уменьшим. Зачем нам такие большие кости? И так, значит, поставим, чтобы она, именно, тройка на нампаде, была четко, значит, у нас в середине. Ну, вот так. Потом в конце ролика покажу, как, значит, привязать пивот в вершину, как выбрать, потом что нажать. Ну, пока давайте так. Теперь выбираем низ кости, вот этот. Тройка на нампаде, значит, это E. Вытаскиваем косточку. И, значит, от этой косточки вытаскиваем еще одну косточку. Как настройка глаз? Теперь делаем Alt-P Clear Parent. И вытаскиваем ее вперед. Это будет потом ориентир поворота, значит, наших колес. Так. Выбираем теперь вот эту косточку, тройка на нампаде. Делаем Shift-D и перетягиваем ее к заднему колесу. Опять же, устанавливаем, стараемся четко, значит, в середину. Так. Где-то тут что-то как-то. Ну, нормально. Так. Чуть-чуть можно глубже колесо ввести. Ну, и эти тоже косточки все выбираем. Семерка на нампаде. Если вдруг что-то как-то, то поглубже заводим в наши колеса. Это дело вот такое, значит. Перетянули и все. Теперь выбираем вот эту косточку, вот эту косточку и вот эту косточку. Делаем Ctrl-P, Keep Offset. Так. Заднюю кость, вот эту, выделяем и вяжем через Shift-Ctrl-P, Keep Offset, значит, к нашей центральной кости, которая будет все это дело двигать. Так. Все это дело настроено. Теперь, что нам нужно сделать? Заходим в Object Mode, выбираем, значит, колесо и вот это колесо Set Origin к 3D массе. Так. Это колесо Set Origin к 3D массе. Так. Это штука. Выбираем, значит, через Shift нашу вот эту косточку. Заходим в Post Mode и вяжем к этой кости. Это будет Ctrl-P. Бон. Так. Следом. Object Mode, выбираем вот это колесо, выбираем вот это колесо. Ну, кости. Заходим в Post Mode, выбираем вот эту косточку и делаем Ctrl-P. Бон. Следом. Object Mode, это колесо, опять же, выбираем кости. Post Mode и теперь вот эту косточку выбираем, делаем Ctrl-P. Бон. Единица на нампаде, тройка на нампаде. Так. Потом это когда настроим, просто отзеркалим и, наверное, знаете, что сделаем. Семерка на нампаде, сделаем Shift-D. Так. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Выберем вот эту косточку, сделаем Shift-D, щелчок. А, я в Post Mode, тихо, пардоньте. Выбираем вот эту кость, заходим в Edit Mode. Вот эту косточку выберем, делаем Shift-D. И тогда мы ее перетягиваем на центр. Этой косточкой мы будем управлять, значит, нашими вот этими поворотниками. Так. Вот эту кость еще, вот эту кость вяжем. К этой кости теперь, Ctrl-P, People Set. А вот эту косточку теперь завязываем на эту косточку. Ctrl-P, все, она привязана. Так. Когда будем зеркалить, чтобы все это было нормально. Заходим теперь в Post Mode. Выбираем вот эту косточку и вот эту вот, которая торчит из этой кости. И делаем настройку как глаз. Ctrl-P, так, Ctrl-Shift-C, пардоньте. Значит, Track 2. Теперь выбираем вот эту косточку и вот эту косточку. Делаем Ctrl-Shift-C, трансформация. Все по прошлым роликам. Теперь выбираем, значит, настройку кости вот этой вот, которая позеленела. На которую будет настроена трансформация от корпуса. И здесь что ставим? Так, ставим YZ. А ну-ка, YZ стоит вроде. Ну, сейчас все это подправим. А, это, пардоньте, это Track 2. Вот эту косточку выбираем. Экстраполяцию ставим. Потом Word Space меняем на Local Space. Можно Local White Parent тоже будет работать. Так, теперь Map 2 у нас будет, значит, по-моему, по Y. Так, зайдем в обжиг мод, выберем наше колесо. Тройка на нампаде. Посмотрим, значит, N панель, в какую сторону, что у нас тут крутится. Крутится по X, Ctrl-Z. Значит, а движется она по Y. Значит, что у нас получается? Выбираем кости. Заходим в Post Mode и настраиваем локацию. Значит, минус один Enter Y, а внизу единица. Так, Map 2. Так, по Y у нас получается минус 90. А здесь ставим 90. Так, тройка на нампаде. Почему она так перескочила? Ставим в 0 90. Пардонте. Локация у нас, значит, по Y, включение у нас по X. Тогда 0 Enter. Ставим минус 90. А здесь 90. И ставим тут Y. Не работает. Ладно. 0. 0. Эксперимент. Так, это значит, по Y у нас тоже, да? А, это ротация должна быть. Пардонте. Минус 90. На 90. Так, проверяем. Если сейчас мы будем двигать машину, колесо крутится. Ctrl-Z. Так, теперь заходим в Object Mode и вяжем вот это колесо, вот это колесо. Значит, в машине Ctrl-P, Object Keep Transform. Выбираем наши косточки, заходим в Post Mode и проверяем опять. Так, вот Keep Transform, значит, мы уже не тянет это дело. Значит, это Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z. Но у нас же, значит, колеса привязаны к этой кости. Получается, если она движется... Колесо, так... Сейчас все это дело будем настраивать. Так, а если мы будем двигать... Все привязаны, а ну-ка зайдем, еще раз перевяжем. Выберем вот это колесо, к этому колесу, Ctrl-P, Keep Transform. Она привязана. Значит, это отвяжем Alt-P, Clear Parent. Привяжем к этому колесу, Ctrl-P, Keep Offset. А вот эту, значит, косточку, еще раз Ctrl-P, Keep Offset. Так, тройка на нампаде. Задняя вроде привязана. Так, теперь заходим в Post Mode и проверяем. Так, она вот крутится, но в другую сторону. Ну, с этим делом разберемся сейчас, да? С этим делом разберемся. Почему? Потому что, значит, выбираем вот это колесо. Local Space, локация. Значит, ставим единица, Enter. А здесь ставим минус единица. Тройка на нампаде. Проверяем. Все. Вот теперь куда надо, туда она и крутится. Так, теперь нам нужно поднастроить вот это вот заднее колесо. Выбираем заднее колесо. Выбираем вот эту косточку через Shift. Так, тройка на нампаде. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Все нормально, чтобы не сбилось все это дело с нашего, значит, чтобы потом дерганий не было. И нажимаем, у кого нет нампада, нажимаем FN. Кнопочка есть такая под правой рукой, где Ctrl и Win. Windows. И нажимаем F3. Нажимаем Constraint. Так, на английский надо перевестись. Так, Select Constraint Target. А ну-ка, проверяем. Ctrl-Z. Так, это Ctrl-Z. Так, а ну-ка, проверяем. Ctrl-Z. Ф3. Constraint. Constraint. Copy. Selected Bond. Constraint, Copy, Selected Bond. Вот это выбираем. И смотрим теперь, как она настроена. Ну-ка. Все, два колеса у нас теперь крутятся. Все нормально. Ctrl-Z. Так, что у нас с поворотом, значит, вот этой нашей, значит, нашего колеса? Вы видите, что колесо, все работает. Тройка на нампаде. Теперь нам нужно вот это все, семерка на нампаде, скопировать на другую сторону. Так, находим Object Mode. Так, Edit Mode. Выбираем наши все вот эти косточки. И делаем Shift-D. Челчок, правая кнопка мыши Mirror X Global. И, значит, подставляем к нашему колесу. Вот так. Теперь. Смотрим, что у нас. Так, выбираем в Object Mode вот это колесо. Выбираем, значит, косточки. Делаем Post Mode. И вот эту кость, вот эту косточку, которая торчит вперед, не вбок, а вперед. Делаем Ctrl-P. Делаем Bomb. Так. Проверяем, что у нас получается. Вот, здесь нужно тоже поменять. Сейчас будет направление, значит, нашей привязки. Минус один, один. Сейчас я покажу, как это делается. Так, выбираем заднюю колесику. Опять же, косточки. Опять же, Post Mode. Значит, косточку. И делаем Ctrl-P. Бом. Заходим в Object Mode. Выбираем только кости. Заходим в Post Mode. Выбираем теперь наши вот эти косточки. Вот эти вот вперед смотрящие. И меняем, значит, внизу по Y ставим единицу. А вверху ставим минус один Enter. Так. Вроде что-то дернулось. Так. Вот этой штуке тоже ставим локация единица. А этой ставим минус один Enter. И теперь, если мы будем двигать нашу машину, все колеса крутятся куда надо. Все, с этим делом разобрались. Вот привязка, значит, Rig в машине. Но, что хотелось бы сделать еще? Значит, чтобы вот этот корпус, да, у нее туда-сюда крутился. Ну, давайте добавим в Edit Mode. Сделаем Shift D. Сделаем S. И вот эту косточку привяжем к этой кости. Ctrl-P, Keep Offset. Заходим теперь в Post Mode. И смотрим, если мы начнем ее так двигать, то на нее нужно настроить, значит, еще один Constrain. Это уже Constrain по привязке персонажа. Так. Значит, еще что понадобится. Делаем, наверное, Shift D. И вот это будет у нас как root-кость. Когда, получается, все вот эти кости, вот эта кость, вот все, что было привязано к той кости, в Edit Mode мы привязываем, значит, к крут-кости. Вот к этой. Ctrl-P, Keep Offset. Так. Теперь у нас вот это остается кость. Она будет, значит, привязана к корпусу. Ctrl-P, Keep Offset. Тогда, если мы все это дело сейчас зайдем в Post Mode и начнем, допустим, вот, двигать, вы видите, что у нас двигается корпус, значит, нам нужно вот так, чтобы он трепыхался, да? Ctrl-Z. Тогда заходим в Edit Mode и выберем вот эту косточку и сделаем, так, к ней еще привязана вот эта кость. Так, а, нет. Вот эту, значит, централку, вот эту централку, которая будет руководить поворотом колес, Ctrl-P, тоже перевязываем, так как, к чему она-то, что-то какой-то ус ее держит, да? А, вот они еще кости, вот эти. Ctrl-P, Offset. Все, теперь она чистая, тройка на нампаде. Попробуем сделать R, сделать S, поставить ее где-то по центру, чтобы уже от центра, значит, она вот это все так двигала. Эта косточка должна потом двигаться и вот это, как бы, чуть-чуть вперед-назад, это должно продвигаться. значит, PostMode перевернулось, ObjectMode, так, Ctrl-Z, 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 значит, ObjectMode, выбираем нашу, вот эту вот машину, делаем Alt-P, ClearParent, и перевязываем ее заново на вот эту кость. PostMode, вот это, Ctrl-P, будет Bonn. Так, проверяем, если мы сейчас будем двигать эту косточку, груз, кость, то у нас все движется, все зашибись, все работает. Еще косточки можно на двери поставить сейчас будет, и на капот. Так, если мы будем выбирать вот эту кость, то смотрите, значит, вот эта кость на эту кость. Тогда добавляем Ctrl-Shift, P, Constraint, TrackTo, LocalSpace, LocalSpace, не прокатывай, Target, так, так, это получается слежение, да, за ней, ну, правильно, она должна следить, вот эта, вот эта кость должна следить за этой косточкой. Если мы будем вперед ввести, она будет вперед наебаться, если назад, то, ну, правильно, все, как положено. Значит, теперь вот эта кость на эту, сделаем Ctrl-Shift, C, TrackTo, уменьшаем влияние, что-то тут все запрессало, шиздец, а ну-ка, слишком уменьшено наше вот это вот влияние, таргеты, а, пардон, если мы на всю поставим YZ, YZ, все нормально, тогда вот это убираем, о, это многовато, да, так, этот таргет отключим тогда, а ну-ка, пробуем без таргета, Ctrl-Z, таргет, ух, как она, гля, дает, жазу-то, LocalWideParent, и уменьшим, когда не она, а ну-ка, попробуем Stretch-Tool, Ctrl-Shift-C, Stretch-Tool, тин-тин-тин, так, и получается, ну вот, Stretch-Tool, вот она движется, но, Ctrl-Z, значит, что у нас получается, нужно ограничить ее, вот это движение, это получается, если я буду, ага, если поднимать, то она не поднимается, да, то еще один нужен, Constrain, значит, да, или, так, навряд ли, надо, наверное, зайти в Edit-Mod, и вот эту косточку перевязать на эту, Ctrl-P, Keep Offset, а вот эту кость перевязать к этой, Ctrl-P, Keep Offset, тогда заходим по Smooth, смотрим, если сейчас мы ее начнем, тогда у нас пропадает эта штука движения, просто, просто, так, контролируем вот это все движение, вот эту снягу, если будем делать R, если она будет делать R, то, вот видите, неадекватно, так, то правильно все было настроено, насколько это будет, а ну-ка, если мы выбираем сюда, сюда, вот, теперь нужно ограничитель поставить, так, это Limit, локация, значит, получается, вот этой косточке ставим, Constraint, Limit, Distance, наверное, вот, от этой кости, и, значит, 0,01 метр, а ну-ка, так, это многовато, куда это она пошла, угу, так, какая у нас тут кость, подождите, вот у нас вот эта кость, нужно поставить ей Name, смотрим, это значит Bomb, значит, когда мы настраиваем Constraint, так, настройка Limit, Distance, то у нас здесь получается Bomb, и, значит, а, это она от этой косточки будет, да, полтора метра, так, ну, это, в принципе, не надо нам тогда, эта штука, нам-то нужно Limit, Limit локация, значит, это что у нас получается, если вперед у нас уходит, угу, Y, Z, локация, Contra, Z, то у нас получается, X, по Y только, да, вон, встало, это все встало, значит, Ctrl Z нормально, но на 0,2 давайте поставим, Мало, так, подождите, так, а назад, вообще она не хочет, да, это получается, назад, по Y, тын, 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 тоже 4, так, значит, один, как было, After Transfer, Work on Clone, ну, и здесь тогда один, а ну-ка, так, Ctrl Z, так, это по Z идет, ну, правильно, по Y, значит, лимит, локация, After Transfer, Local Space, а ну-ка, Local White Parent, угу, так, а вот так, если она будет двигаться, вот видите, тут слишком она ее потом вытягивает, корпусину портит, значит, нужно, я первый раз это делаю, Work on Space, а ну-ка, минимум убрать, вот, это много, да, Ctrl Z, тогда у нас получается только по максимуму, и, значит, на 2 ставим, так, на 2 это много, давайте на 1, но это уже далеко, она почему-то уходит, это значит, After Effects, After Effects, Transports, не надо, когда у нас, а здесь по игреку минимум, когда она не движется, парадокс, минус, вот эту отключим, и поставим по игрек, единицу, во, упор, а вот назад она идет, по игреку, тогда, минус единица, в принципе получилось, ну, что-то как-то не пошло, да, так, минимум, максимум, значит, тут, упор вперед, упор назад, но это вот растяжка у него, куда кость улетает, да, так, а если сюда она будет уходить, тоже нужно ограничитель поставить, Ctrl Z, так, а если на эту стретчту, и поставить на нее, лимит локация, лимит локация, а ну-ка, Ctrl Z, это, куда она уходит, по X, значит, по X, минус 1, в этот упор она не идет, здесь по X, минус 1, а здесь, значит, нет, это кость не работает, а ну-ка, значит, это что у нас получается, вот это, назад, аль-джи, альктер, требует- не две объединитель Minnie, даже вőнем, д Prayer market Sigewанч Кар耶, но, В принципе, что-то получается, но не тот эффект, который бы я хотел, да? Ну, в принципе, вот она работает. Кость работает именно как в этом рига-кар, да, но... Так, что-то не так, да? Так, сдвинулся у нас корпус, это значит, нам нужно корпус. То эту косточку можно двигать, да? То вот эту косточку можно двигать. В принципе, без разницы, да? Ну-ка, если мы ее отключим, вернем назад. Значит, теперь вот эту кость... Вот это кость, да? Лимит ротацию попробуем, да? По иксу, значит, а ну-ка. Ctrl-Z Ну, тут тормоза вообще нету какого-то. Ну, в принципе, вот она, да, вот она работает. Но... Далеко, если не оттаскивать, то тогда где-то не пойму вот этот ограничитель. Получается, если вот она движется на... Ага. Ctrl-Z Настроим вот эту вот стуку, попробуем. Ctrl-Z Это тогда получается еще лимит дистанц, но это на косточку лимит дистанц. Треть ту. Так, что у нас тут получается? Если мы вот вводим... Видите, у нас машина вытягивается и больше становится, да? Значит, давайте вот на эту косточку, наверное, лимит ротацию отключим. А на эту косточку добавим лимит скайл. Зайдем, зайдем сюда. Значит, по Y по всем осям, вот так вот, включим все оси. И поставим единица, Enter, единица, Enter, единица, Enter и так далее. Так, и все у нас пропало, да? Печально. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, вернем, где наша машина. Так, вот она наша машина, да? Значит, по X, единица, Enter. Смотрим. Если будем сейчас тянуть. Так, это у нас идет по Z. Значит, Ctrl-Z, единица. Растет машина, вытягивается. Ctrl-Z. Значит, пойдем потихоньку. Значит, как еще можно? Y. Единица. Так. Ну, это вот минимум по X, а это максимум, да? Значит, дальше включаем Z. Так, Z пока давайте не будем. Включим по X, 1000. Значит, здесь по Y, 1000. Тройка назад. А ну, тут теперь единица, 1000. И по Z, единица, 1000. Так, смотрим. Все. Теперь у нас нигде не тянет. Корпус, значит, больше не становится. И теперь, если мы поставим вот так, отключим нейм нашим костям, то, если мы будем просто вот двигать ее, видите, у нас теперь получается нормальная вибрация. А ну-ка. Все. Ничего у нас не растет. У нас все нормально движется. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так. Что еще можно сделать? Если мы захотим, значит, корпус как бы приподнять, чтобы он подпрыгнул, да? Ну, просто вот эту косточку приподнимем, и он подпрыгнет. Вот он подпрыгнул, корпус, допустим, да? И вот этой косточкой просто, значит, какую-то вот вот мы можем вперед-назад, можем по бокам ее вот так гнуть. Ну, вот будет нормальный поворот. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Все. В принципе, риг готов. Этот риг теперь можно к любой машине пристарапливать. Смотрим, что у нас получается. Если мы сейчас будем центральную крутить, то у нас все колеса крутятся. Видите? Вот. Все у нас нормально идет. Теперь, что у нас с поворотом? Значит, здесь опять же Ctrl-Z обязательно. Так. Колеса не крутятся. Семерка на нампаде. Они у меня, значит, отвязались. Заходим в Edit Mode. Выбираем вот эту косточку и вот эту. Ctrl-P, Keep Offset. И то же самое повторим с этими костями. Ctrl-P, Keep Offset. Теперь заходим в Post Mode. Вот. Как раз, когда я настраивал вот эту косточку, видите, она дернулась, значит, она повлияла на отвязку. Так. Это все дело привязано. Но теперь косяк в том. Значит, Edit Mode. Вот эти две косточки отвязались вот от этой кости. Ctrl-P и Keep Offset. Заходим в Post Mode. Все. Колеса у нас крутятся. Крутятся все адекватно. Так. Если мы их повернем и попробуем протянуть нашу машину, вы видите, что колеса все крутятся. Ну, шикарно. Что там говорить? И какой тут Riga Car? Настройка минимальная, да? Все нормально настроено. Так. Если норма нам падить, заходим в Object Mode, выбираем нашу машину Shift-F. Так. Shift-F. Отдаляем. И вот мы можем теперь делать ей нормальную анимацию. С любого ракурса все будет зашибись. Так. По вопросу, как настроить, значит, вот эту вот камеру, чтобы она вот так вот гуляла, вертелась, да? Давайте зайдем в Edit Mode, найдем преференции, найдем input. Так. Пардонте. Кеймап. Введем сюда на английском, опять же. Так. Система. А, не, пардонте. Навигация. Не навигация. Инпут. Не импут. Кеймап. Введем, значит, правильно. Нави. И вот у вас высвечивается вот такая вот окошко. Навигация WalkFly. Так. Shift-F у меня стоит сочетание клавиш. Нажимаем. Он говорит пресс. Окей. Нажимаем Shift-F. Все, он прописался. Здесь он сохранился. Теперь, когда мы находим нашу вот эту камеру, включаем, нажимаем сочетание клавиш Shift-F. И видите, мы можем мышкой и стрелочками туда-сюда это дело гулять, смотреть. Все нормально. Вот такие пироги. Вот этот, эта машина будет, значит, в группе для скачивания. Можете, значит, ее вот этот риг, вот теперь вот этот риг, вы можете подставлять в любой машине. Но, что я еще хотел? Я хочу, чтобы у меня открывались двери и, значит, открывался капот и открывался багажник. Слава Богу, здесь все есть. Заходим, значит, куда? Выйдет мод. Нажимаем английскую LP Selection, отсоединили капот и, значит, LP Selection. Отсоединяем нашу, вот этот, значит, багажник. Но, теперь я хочу отделить двери. Двери я тут, значит, обжиг там прикрепил и мне нужно две пары их, да? Семерка. На нампаде я захожу в Edit Mode, ставлю на рентген, выделяю одну дверь, делаю P Selection, она будет отдельно, Object Mode и теперь нам нужно к этим дверям подставить просто косточки. Заходим, выбираем кости, заходим, так, куда мы заходим? В Edit Mode, выбираем на нампаде, включу вот такой внешний вид, теперь, единица на нампаде, вытаскиваем E косточку, ну да, делаем Alt-P Clear Parent и это, значит, вот эту косточку нам нужно подставить, эту косточку нам нужно подставить к двери. Так, ставим где-нибудь аккуратненько на стык, чтобы она нормально открывалась. Так, теперь мы ее, семерка на нампаде, ну, подгоним и значит, E вытянем одну большую косточку, вот таким вот образом. Так, есть такое дело. теперь, тройка на нампаде делаем E, я вот не знаю, у Shelby куда, вверх, по-моему, открывается капот, да, Alt-P Clear Parent, но если не так, недолго переделать, значит, теперь мы это дело подставляем, уменьшим эту косточку, сделаем ее S, семерка на нампаде, подведем ее к краю нашего капота, так, а куда он открывается, то ли вперед, то ли назад, вот я вот этого не помню. Так, R мы ее перекрутим, ну, чтобы спрятать ее, значит, капот и E вытащим косточку. Так, семерка на нампаде, так, 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 и значит, вот эту кость выбираем, выбираем вот эту кость и надо это дело попасть, чтобы прямо аж косточка легла на край капота, ну, как-то так-то. Так, есть такое дело. Теперь делаем шеи в D, вытягиваем нашу эту косточку, семерка на нампаде, подгоняем ее к нашему вот этому краю капота, в смысле этого как у багажника, да, и делаем E. Все. Так, вот эти косточки, все вот эти косточки мы должны привязать к центральной вот этой. Почему? Потому что если она будет двигаться, эти кости будут отдельно от нее, то тогда получается, да, будет, как бы, раскидывать машину, по идее. Я вот это первый раз делаю, так что утверждать не буду, сейчас все посмотрим. Так, единицы нампаде, делаем шею в D, правая кнопка мыши мира и X Global и перетягиваем на эту дверь. Так, это у нас на фаре стоит она. Так, семерка на нампаде, ну, вроде на дверь попала. Так, теперь зайдем в POS Mod. Так, если мы будем двигать, все косточки двигаются за машиной, если у нас, значит, вот эта кость будет управлять, все, видите, все привязано, ничего не отваливается, ну, а теперь у нас нужно вот это все дело привязать. Выбираем одну дверь, вот эту, и косточки. Заходим в POS Mod, выбираем нужную кость, Ctrl P, это будет Bon. Так, вот вы видите, что разнесло, поднесло, это не проблема. Object Mod, выбираем другую косточку, опять же, эти, POS Mod, выбираем эту кость, Ctrl P, бом, садится эта дверь. Это не проблема, повторюсь. Сейчас будем все это дело ликвидировать. Таким образом, значит, нам нужно выбрать вот эти косточки, вот эти, и теперь тройка на нампаде, их просто приподнять, поднять и просто отвести туда, где они будут, в принципе, на своем месте. Вот так, как-то, да, все, в принципе, закрылось, все попало, потом, ну, точно попасть тоже не вариант, чуть-чуть двинулось, но бывает. теперь выбираем капот, выбираем опять же еще одну кость, делаем постмод, выбираем эту косточку, Ctrl P, капотом, косточку, и у нас садится капот. Значит, мы можем приподнять опять же эти кости, вот эти, или приподнять капот в обжиг мод, допустим, вот я ее выбрал, где она тут, вот, капот, я могу его просто приподнять, выровнять по машине. Так, ну, в принципе, все, она так вперед, вот, небольшеватый он мне, вот, интересно, этот капот, она, тройка, на нампаде, что-то, кажется, как-то большеватый, ну, не суть вопроса, сделаем фото режим 3D геометрии, и чуть-чуть его, значит, бесплюсним, и все. подгадаем, семерка на нампаде, чтобы вот этой дырки, конечно, не было, а ну-ка, раз, закрыли, ну, тогда он становится маловатый, мы его, оп, и чуть-чуть вперед, в принципе, тут, наверное, побольше должен выглядывать, ну, не суть вопроса, да, выглядывает, да, выглядывает, так, теперь, багажник, косточка, что у нас, опять же, по смо, опять же, control-P, бум, назначаем, здесь, тогда, заморачиваться не будем, и поднимем, просто, кость, вот, да, эта косточка, чуть выше, ну, все пристороплено, все будет работать, в дальнейшем, если вы будете что-то изменять, вы можете это все дело, значит, поправлять, так, теперь, что у нас, ну, оп, все, по-перему, ремонт, так, двигателя нет, двигатель вы можете сами вставить, если вам нужен будет, так, двери, проверяем, семерка на нампаде, все, дверь открыта, все, заходите, там вот, тоже, педали не хватает, все это можете добавить, потом уже сами, заставить руль крутиться, сделать стекла прозрачными, ну, и будет все у вас, офигенно, так, ну, это все есть, все, так, проверяем еще, значит, раз, все это дело работает, колеса у нас крутятся, Ctrl Z, значит, тело машины вертится, Ctrl Z, и, значит, тело машины приподнимается, опускается, Ctrl Z, так, все, нормальненько, теперь нужно заменить, внешний вид костей, ну, с такими костями, неинтересно, да, будет, так, вот у меня нету всяких стрелочек, кружочков, вы можете сами, это все дело создать, и, значит, к этому ригу, пристаропить, но, я, наверное, заменю, как вот персов, я делаю, значит, так, это у нас будет root кость, это addon rig tool, значит, что он может нам дать, так, это тайл триангулятор, ну-ка, что это такое за триангулятор, треугольник, ну, неплохо, есть такое дело, так, значит, поле, так, нет, поле мы поставим наверх, как раз оно подходит, да, здесь поставим, циркл, т, 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 план, 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 поставим, так, теперь, чуть-чуть его сплютим, так, перекручивать не будем, но и на нам паде, и тут перекручивать, растянуть его, значит, а ну-ка, ноль, здесь ноль, enter, передвинуть можно, передвинуть, и, значит, если, ну, это с машиной мы его растянем, не будем так делать, все, значит, есть у нас поле, все, будем считать, что это нормально, добавим, значит, какой-нибудь бонгруппу, это пусть будет у нас, так, тут по-другому выбирается, синяя, так, здесь вот это вот, как раз мы сейчас заменим, на, на root, ап, она, нет, давайте вот эту заменим, на root, сделаем ей sky, вот так она больше подойдет, а вот эту косточку мы заменим, так, как она называлась, поле, поле, да, поле, мы его уменьшим, так, посмотрим, по какой оси он тут крутится, нет, это значит, ну, в ноль, здесь, значит, у нас, вот, минус 90, так, и теперь мы его можем уменьшить, и чуть-чуть, значит, подтянуть, к машине, назначим ему цвет, ну, какой-нибудь красный, да, так, пусть будет красный, decision, так, здесь сделаем просто глаза, потому что других костей у меня нет, а ну-ка, finger, flute, вот, давайте, я вот эти не пробовал, это ноги, потом, flute, hand, это рука, лайнеры, ну-линии, сферы, сферы, tile, tile, треугольник, триангулят, что это такое, а вот треугольник, так, ну, пускай треугольник будет, да, пусть тоже будет красный, так, а вот эти штуки, вот эти штуки, мы по примитиву сделаем, да, тоже давайте, триангуляты, вот, вот так вот, так, вот этот триангулят, еще раз триангулят, сделаем его поменьше, вот так, и сделаем в 0 90, ага, не по этой оси, так, это получается 0, значит, вот это 90, тоже не получается, да, 0, и значит, ну, это-то должна сработать, так, а ну-ка, тоже в 0, так, и что получается, где у нас тут, значит, минус 90, значит, минус 90, а ну-ка, так, минус 90, и тут 90, нет, вот тут 90, не шиша, так, а ну-ка, крит, реангулят, 0, 0, так, семерка, он нам падал, так, мы его можем крутить, вот, и единица, вот, нормально так, да, 89 градусов, так, а ну-ка, что я тут нажал, так, семерка, на нам паде, перекрут, единица, нам паде, опускаем пониже, допустим, перекрут, выравниваем, так, вот это у нас, значит, рут, кость, крит, скайл, делаем ее побольше, так, а вот эту, теперь, назад, опять же, это будет, триангулят, делаем его, поменьше, семерка на нам паде, перекручиваем, единица на нам паде, перекручиваем, положим книзу, семерка на нам паде, делаем, так, control, z, скрит, делаем скайл, так, вот эти два, убираем, и назначаем группу, где-то, вот эту, так, можно желтую, а ну-ка, давайте желтую, чтоб, всегда их было видно, вот, вот у нас получается, треугольник центральный, и боковой, ну, чем, конечно, стрелочки, тоже красиво, но, тоже неплохо, так, все это дело сделано, значит, вот это у нас, будет считаться, кость управляшки, на эту кость, мы поставим, давайте, куб, сделаем скайл, поднимем повыше, в принципе, можно поставить, не куб, а можно, так, это можно циркл сделать, а ну-ка, сделать их побольше, ну, в принципе, большого не нужно, чем мы его, за него, а, ну да, мы будем, если что, поднимать только его, вверх, вниз, это руководить, значит, нашим телом машины, ну, пусть он будет, нейтрального цвета, так, теперь, что у нас получается, вот эти вот, кружочками, засобачим, это будет цирклы, а, как они хорошо легли, да, и пусть будут красные, или желтые, пусть желтые будут, так, вот эти направляющие, пусть у нас будут, ну, чтоб нормально, это пусть будут финжеры, мы им сделаем побольше выпуск, хотя, не надо, ну, так красивее будет, добавим им, зеленый, значит, цвет, так, теперь у нас получается, вот это все, открывашки, вот эти двери, это будут, финжеры, пусть тоже будут финжеры, но, поменьше, и, чуть-чуть на место, их поставим, чтоб точно они, стыковались с дверьми, чтобы знать, где, чего, так, и назначим, какой цвет, что у нас тут еще есть, так, 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 ну, давайте, на фоне этой машины, попробуем белый, в принципе, что, неплохо, да, а вот эти, которые, второстепенные, кости, назначим их, ну, можно на кубы, можно на сферы, ну, давайте на сферы, крит, сделаем им, значит, побольше, чтоб они все-таки, все равно, вдруг понадобится, что-то подправить, ну, и назначим им, красный цвет, ну, ну, чем, не этот, как его, риг, рига-кар, только этот будет работать, тут уже по барабану, единственное, что настроить, вот эту вот штуку, надо как-то, чтобы, когда она будет ехать, значит, колеса, следили за поворотом, вот этой кривой, если мы в бок отведем, чтобы они, как бы там реагировали, конечно, да, но это уже, другой вариант, это другая будет проблема, так, теперь, смотрите, чтобы под любым углом, открывать дверь, и ее не коробило, вот так, Ctrl-Z, семерка на нам паде, R, А, N панель, смотрим, так, по какой-то, вот будет оси, сейчас, нужно заблокировать, ненужные оси, это получается, по, так, Z, Y, по какой оси, по X, значит, да, а ну-ка, заблокируем, ненужное, проверим, так, здесь открывается, да, по X, работает, Ctrl-Z, если мы сделаем, тройку на нам паде, допустим, и захочем открыть нашу дверь, все, видите, да, по другим осям, она уже не будет, руководить, удобно, нормально, Константин, так, ну, на эту тоже, тогда ставим, X оставляем, а остальные оси блокируем, так, капот, тройка на нам паде, так, это капот у нас, идет, Ctrl-Z, а ну-ка, если он идет, по Z, да, так, тройка на нам паде, он идет по Z, значит, остальные оси ротации, нет, ага, Z, закрываем, Y открываем, нет, тоже по X, что ли, а ну-ка, все, тоже по X, если мы будем в таком положении стоять, все, видите, по другим осям он крутится уже не будет, все будет открываться, хорошо, ну, и значит, этот будет тоже по X, так, а ну-ка, все, открывается, закрывается, шикарно, так, выхлоп можно потом симуляции сделать, что еще тут можно сделать, ну, в принципе, все настроено, единственное, что свет, включение, выключение фар добавить, потом, значит, что, ну, добавить туда пилота, добавить прозрачность стекла, ну, и в принципе, все, тестим, наш, значит, вот этот, рик, так, я сейчас его сохраню, файл, сейв, и смотрим, если мы выбираем, нашу, значит, вот эту, саму машину, все, машина едет, колеса у нее крутятся, все, зашибись, видите, да, о, у нее даже болтыханка есть, вот это, вот, торможение, за счет вот той кости, которая на Skyl, настроена, попал, даже не знал, что такое будет, ну, нормально, так, эта кость у нас, если под углом мы будем стоять, так, что это получается, Ctrl Z, это передвижение, да, а нам нужно ротацию, и получается, если мы, так, а ну-ка, подождите, не эту кость выбрал, вот эту надо, тогда нам нужно, Ctrl Z, не ротация, а просто, локация, там-там-там, Ctrl Z, Ctrl Z, выбираем ее, смотрим, туда-сюда она действует, туда-сюда она действует, вот видите, мотыляется, Ctrl Z, Ctrl Z, что еще, значит, повороты, выбираем, так, вот эту я потом заменю, с рига кара, можно что-то, значит, там, качать, так, это Ctrl Z, выставляем ей тоже, блокировку, давайте, по другим осям, Ctrl Z, это теперь, мы можем, с любого ракурса, тянуть, и у нас колеса будут поворачиваться, добавим свое, ну, сильно не надо, конечно, если сильно, тут уже некрасиво, так, Ctrl Z, так, что еще можно, о, блин, еще хотел, давайте вот эти вот, поворотники добавим, зараз уже, ну, пока ролик, значит, делаю, пусть будет долгий, может, зайдет, кто на стрим, посидим, поболтаем, тоже будет интересно, так, Edit Mode, выделяем, Делаем Key Selection, но этот остается один, так, Ужик Mode, а, его тоже нужно отделить, пардоните, так, это капот, Edit Mode, L, 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 опа, это не надо, Ctrl Z, это не надо, так, и, значит, L, L, ну, чтоб он весь выбрался, чтоб не было никаких деталей, потом на окне, и Selection, теперь, заходим в Object Mode, выбираем наши кости, заходим, в Edit Mode, и, значит, что, ну, вот, с какой-нибудь косточки, давайте, E, вытащим маленькую косточку, Alt P, Clear Parent, G, подставим, так, семерка на нампаде, выставим вот сюда ее, так, это будет она у нас, у стекла, и тут вопрос, значит, единица на нампаде, E, вытаскиваем косточку до центра, чуть-чуть уведем ее, значит, у нас, этот, аппарат, так, и получится, что если, он тоже должен двигаться, правильно, вот этот балга, так, если мы будем поднимать, то у нее, больше угол, если и поставить, нормально будет, все, вот эту косточку вяжем, опять же, к управляшке, тип, трансформ, да, так, теперь выбираем, ну, по-простому пускай будет, без заморочек, шрифт D, mirror, и x-global, опа, ctrl-z, 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 так, семерка на нампаде, делаем в шрифт D, силчок, правая крупа мыши, x-global, хотя, нафига, ctrl-z, и просто, так, что такое, а, ну, правильно, а почему оно так, уходит, так, G, он все по-разному стоит, что, угу, так, есть такое дело, да, угу, пойдет, так, это тоже, к этой привяжем, ctrl-z, она привязана, теперь, заходим, выбираем наш, вот эти, не понял, а что такое, ой-ой-ой, так, заходим, в edit mode, так, это все приземлилось, да, зайдем, в edit mode, все поднялось, так, не проблема, ладно, вот этот, выбираем, вяжем, так, почему, так, там колесико, все нормально, да, давайте, вяжем, к этой косточке, по смот, вот к этой, ctrl-p, бом, нижняя часть, еще осталась, так, вот это все, опускаем, вниз, так, или кверху, давайте кверху, и теперь, вот эту, штукенцию, поднимем, значит, кверху, вот так вот, вот видите, забыл, вот эту штуку, заходим в Edit Mode, и вот эту штукенцию, которая должна вытирать, у нас окошко, вот, и, selection, заходим в Object Mode, выбираем, вот эту, каку, вот она, и давайте, привяжем ее, в Set Origin 3D геометрии, и приподнимем ее, до нашей, вот этой, жалюзи, и соединим, с нашей жалюзью, Ctrl P, Ctrl J, Ctrl J, так, угу, тут такая штука, а ну-ка, Set Geometry, да, такая же штука, давайте, выгоняем ее, под нашу косточку, подгадаем, здесь вроде, подгадалась, вот она, пимпа, смотрите, на краю, так, а вот эта, вот, отделена, чуть-чуть, все правильно, и эта, чуть-чуть, отделена, так, выбираем, единицы, на нампаде, выбираем, нашу машину, заходим, в Edit Mode, L, и, Collection, Object, выбираем ее, и поднимаем ее, делаем, Set Origin, 3D, геометрии, поднимаем ее, до нашей, вот этого, как ее называется, забыл, чистомойника, да, Ctrl J, выбираем, чистомойник этот, выбираем, значит, косточки, заходим в Post Mode, выбираем косточки, и делаем Ctrl P, бон, так, она опустилась вниз, не проблема, Object Mode, мы ее приподнимем, опять, так, теперь зайдем, в Post Mode, выберем наши, вот эти кости, через Shift, и опустим, значит, ее, вниз, с машины, о, теперь, если мы будем ее крутить, так, вот так, ага, то где-то она будет проваливаться, но это можно прописать, подгадать, Alt, Alt, это не проблема, а ну-ка, они далеко от окна, нет, ну, надо вот эту косточку, как-нибудь настроить на Inverse Kinematic, без таргетов, а ну-ка, давайте вот так и попробуем, Ctrl, в C, в C, в C, Inverse Kinematic, значит, заходим, таргеты удаляем, ставим, на одну косточку, и теперь, если G, будем делать, опа, опа, ну, тут мы можем уже подгадать, как-то удобнее будет, чем крутить ее, правильно, все, Ctrl, Z, и эту, также выберем первую косточку, вторую, Ctrl, 6, C, Inverse Kinematic, таргеты, долой, и на одну кость влияние, все, теперь нужно, вот эти косточки поставим на кубы, ну, чтобы не запутаться, да, так, чуть-чуть вбок, давайте отведем их, правильно, они стояли, ну, ладно, зайдем, ту, на кубы, добавим, кубы поменьше, забрали их на кубы, теперь, значит, у нас, что будет, ну, пусть желтые будут, так, теперь выбираем, вот эти штуки, и как бы их, красиво так оформить, то у нас тут вообще еще есть, планы, эссе, глаза, а ну-ка, цирклы, ну, так они тут стоят, ага, значит, так, подводим их, поближе к нашей, этой штуке, и нам надо найти, где они вертятся, 90 градусов, ну, тогда 90, и тут будет, 13, пускай, вот, вот, что правнее были, все, мы теперь их видим, да, это будут, пускай управляшки красные, хотя красные будет не видно, пусть будет синий, все знаем, все знаем, теперь, а, на синем тоже сливаются, ну, в принципе, что, колеса у нас есть, дворники есть, двери, значит, двери у нас открываются, закрываются, так, колеса у нас, крутятся, вертятся, кройка на нампаде, машина у нас, колеса крутятся, все, шикарный риг, рига кар, можете теперь убрать, вот этот риг, и просто кости подставляете, колесам, капоту, ну, там, сами уже их вертите, крутите, и все, вам готовы, уже привязку делаем, и, пожалуйста, пользуйтесь, рига карами, просто, когда вы будете машину закидывать в этот, в этот файл, переименовывайте, и всю локацию, все вот эти, вот, значит, детали, или, линкуйте сюда, или сюда закидывайте, ну, у кого помощнее, у кого послабее, значит, но, так, это я все сохраняю, сейф, и все это, значит, Shelby будет в группе, вот так вот, все, пока, до свидания, до свидания, до свидания. Продолжение следует...